7 декабря мы прибыли на экспрессе СПК в Дмитров. Кстати, здание вокзала построено в 1887 году. И сейчас вокзал в хорошем состоянии, отреставрирован и создаёт гостям города сразу положительный настрой. Сразу с вокзала наш путь лежал к музею Дмитровской лягушки. Идти было совсем недалеко. Вообще, Дмитров очень располагает поездку в город одним днём. Нас встречала с чаем в пирогами Юлия Хазова, основатель и хозяйка музея. Да, этот музей частный, поэтому просто приходится быть интересным, чтобы выжить в этом месте. Мастер-классы, безусловно, понравятся всем детям. Ну а взрослым надо только немного приоткрыть своей душе ребёнка и окунуться в атмосферу. Что с удовольствием сделали вполне взрослые дяди и тёки нашей группы, раскрашивая магнит-лягушку. Экскурсия по музею вообще довольно познавательна, тем больше некоторыми экспонатами можно воспользоваться по этой назначению. Лягушки во многих странах мира приписывают магические свойства. Что дошли до нашего времени царевна лягушка, что азиатские денежные лягушки. У этих лягушек есть возможность поквакать и исполнить ваше желание. Что вы делаете? Чтобы загадать желание, то есть приквакать его к себе, нужно лягушку посадить на левую руку и толстым палочкой, вот это кончиком, вы загадываете про себя желание и квакаете. Ну, квакаете не вы? Слышите, квакает лягушка. Если в вашей жизни есть какая-то неприятность, негатив, от чего вы хотите что-то от себя отквакать, то в данном случае лягушечку поворачивайте куда-то в окошко, в открытую дверь и уже тоненькой палочкой проговариваете, от чего вы хотите избавиться и откувакиваете от себя эту неприятность. И передаем вверху дальше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Итак, кто вытянул лягушечку с чемоданчиком? Я. Это зелененькая. Ну, с чемоданом, атрибутика чемодана, совершенно верно. Вы лягушки-путешественница, вам предстоит в следующем году много ездить, кататься. Если вы давно где-то хотели побывать, то обязательно съездите, поездка будет очень удачной.